Мне в последнее время начали присылать жопу в директ. А у меня на дворе были девочки. Чуваки, вот это он ее написал. Почему серафим? Тут подстаканник есть в этом. На носу, на корме. Это идея ебутая. На ручник невозможно вообще в принципе сесть, потому что он под таким углом. Ах, тяжело с вами. Ребята, можно взять у вас интервью? Это займет пару минут. Скажите, вы слушаете русских рэперов? Да. Кого, а кто ваш любимый исполнитель? Моргенштерн? Тони Раут. Тони Раут? Нет, это не мочились, это очень круто. Нифига себе. Спек братухам из чая втроем. А знаете там перекинезис, мука? Это какое-то уродство. Да. А у меня во дворе там девочки. Чуваки, вот это он ее написал. Это мука? Да. Ладно, я вижу недоверие в ваших глазах. Пойдем дальше. Я ее не люблю, когда меня не узнают. Ладно, пацаны, спасибо большое. Передавайте привет, это увидит Моргенштерн. Привет. Всем привет, друзья. Это шоу «Чай втроем». Второй сезон, третья серия. И сегодня у нас в гостях Серафим Мука. Похлопайте. Здороваться, надеюсь, не будем? Да, мы здоровались. Ну давайте, блин, все-таки. Итак. Ужас какой. Серафим, ты вырос в этой школе. Расскажи, как это было. Походите, люди, давайте. Не, нам уже не интересно. А вы загуглили, вы не поверили сразу. Тихо-тихо. Итак, Серафим, ты вырос в этой школе. Расскажи, как это было. Нет, 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 нет. Я здесь не рос. Ребята меня сюда сами привезли. Я не знаю зачем. Значит, мы идем на рыбалку. Нам больше не нужен сценарий. Реально? Никогда. Да, это моя основная аудитория, та, которая ходит ко мне на концерты. Какие треки, кроме девочки с каре, вы знаете? Никаких. А Кадиллак? Кадиллак. Кадиллак, да. В общем, мы собираем подписи за Алексея Навального? Да. Все, погнали. Все, спасибо. Спасибо, ребятки, вы попадете в телевизор. Короче, братцы, у нас правило такое, что все это время, весь день мы таскаем с собой две папки. Соответственно, каждая папка отвечает за определенную категорию вопросов. Крутые вопросы и крутецкие. Какие вопросы круче? Крутые или крутецкие? Сейчас ты поймешь. Да, вот допустим, пример крутого вопроса. Почему Мука, откуда этот никнейм? Ну я же уже много раз где-то говорил. Так, нам не важно, кто был до. После нас уже никого не будет. Просто пришла идея соединить два слова. Мука и мука. Все. Подождите, мука и мука это же два одинаковых слова. Нет, мука это мука. Ну смотри, они пишут свои динамы. А мука это мука. Пример крутецкого вопроса. Кем видишь себя через неделю? Через неделю я вижу себя пьяным. Когда вырасту, хочу спиться и умереть от пьянки. Я считаю, что мы никакого повторения. У нас только эксклюзивный контент. Поэтому мы вообще не повторяемся. Все новое. Новый чай. Новые эмоции. Чао гостю. Это Липпен? Это чай. Да, друзья, давайте за встречу. И вот сразу накину новый вопрос. Вообще не повторяющийся. Почему Серафим? Потому что мука. Друзья. А, мы начинаем сразу с интерактива. Продолжим поговорку. Рыбак рыбака. Видит издалека. Мы купили спиннинги. И, кстати, многие подумают, что они крутые. Но нихуя. Смотри. Просто раздвигается. Вот. И вот так еще. Давайте закинем удочки. А я вот так поставлю. Вдруг клюнет. Видали? Мама, ты говорила, я ничего не добьюсь. Ну, я думаю, с крутых вопросов надо начать. Напоминаем, что у нас разные вопросы. Есть крутые. У Никиты и крутецкие у меня. И чтобы вы не считали нас одного душнорем, а другого дебилом, мы будем иногда меняться. На какой музыке ты рос? Блин. На рэпе. На Гуфе, Карандаше, Касте. То есть ты реально вырос на подъездном рэпе? Да, на подъездном рэпе. Сначала я слушал подъездный рэп. Потом я начал слушать более прогрессивный рэп новой школы тогда. Это всякие Оксимироны, Шоки. И потом в армии, когда я служил, услышал великую группу. My Chemical Romance. Низкий Паклон, Джаред Уэя. Ты это в армию услышал? Да, я это в армию услышал. Я не знаю, я просто листал, я листал группу, короче, в ВК, типа, с рок-музыкой. Нет, слушай, ну это очень круто, что армия подарила тебе My Chemical Romance. Да, это очень круто. Tokyo Hotel. Синего базара. Я пытался слушать Tokyo Hotel, но мне что-то не особо заходит. Друзья, хочу порекомендовать вам крутецкий канал моего друга, моего кореша. Там вы найдете юмор, лайфстайлы, музыкальные пародии и даже Свалу Мэру. Друзья, переходите по ссылочке и под последним роликом пишите, что пришли от чая втроем. Пусть парню будет приятно, парень реально старается. Посмотрим, сколько нас. Посмотрим, сколько нас. Мы приехали на родину Никиты. Да, здесь я вырос. Я подумал, что интервью всегда берется там, где вырос. Но поскольку ехать далеко оттуда, где вырос Серафим, придется снимать там, где вырос я. В любом городе. Я здесь же городской области, город Вильсар. А я вот еще, смотри, чтобы тебя как-то немножко узнать, первоначально забуглили, в Википедии статью нашли. Ну? Там написано, что ты... Из города Саров. Саратов. Нет, Саров. Саратов. Я там служил в армии по контракту в Сарове. Круто. Пусть будет. Я не знал, что Саратов такой пиздатель. Да, блядь, какой Саратов, иди хуй-ой-ой-ой. Как часто мне присылают члены в Директ? Как часто мне присылают члены в Директ? Это какой вопрос? Крутецкий или крутой? Это лично у моего характера. Мне в последнее время начали присылать жопы в Директ. Мужские. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты туда чум открываешь? А, у меня же есть крючет, хорошо. Ооо. Даже поводок есть, прикольно. А все тут и есть. Я занимаюсь хуйней. Я совсем забыл, как завязывать крючки. Тут подстаканник есть в этом. Чувак, это лакшери кресло. Ну, раз уж мы переместились к накачиванию лодки, вопрос из разряда крутых. Трудным ли ты был ребенком? Ну, я был озорной. Всеми ссорился в классе постоянно. Я таким был. Не очень крутым чуваком. Вот с седьмого класса пошло более-менее нормально. Я просто помню, мы с тобой познакомились. У тебя был разбит нос. И все последующие пять раз, что мы виделись, у тебя было разбито лицо. И раз на третий ты подошел и сказал, блин, я так обожаю драться. Вот кто бы мне... У меня вот там сценарий есть вопрос один, ну, личного характера. Давай. Это что? Не был, да? Там в Максидоме. Петровича. В карауке. Что это? Это магазины? Да. Строительные. Нет, не был. Я был в Ордере. Это красочный магазин в Арзамасе. Арзамас? Да. Что ты делал в Арзамасе? Я учился в школе в Арзамасе и в универе учился в Арзамасе. Ты же из Саратова. Ты старого. Иди-ка ты нахуй. Уже заебал, Вова. Так вот, наверное, это пошло как раз вот с детства. Травма, я не знаю что. Типа, потому что когда мне стукнуло 18, и это пошло у меня, типа... Я влюбился в битье, ебал. Я не знаю, типа, у меня вот только недавно я успокоился. Всем привет, ребята. Я вам сегодня, кстати, покажу, как делать лодку. Блин, ты же самому. Ну, тебя как будто доставляло удовольствие. И получай. Настало время крутецких вопросов. О, наконец-то. Сколько ты зарабатываешь? Миллион. Миллион. Это для кликбейта. Следующий крутецкий вопрос. У тебя отбил девушку Слава Мэру. Расстроился ли ты? Почему? Общий принятый факт, что Карамбэйби снималась в клипе «Таблетка», а потом снялась в «Ты говоришь, как огонь». Ну? Ты грустил? Нет, но это круто. Девочка с карэ пронет, рэк? Нет. Почему? Блядь, с чего? Почему вы это, с чего это взяли? Так и зафиксируйтесь. Да нет, просто прикольно. Сверничок. Итак, Волк. О, пошло, Джора. Как пришла в голову идея брать интервью? Давно вынашивал ее? Нет. Даже в декабре. Ну это 6 месяцев, да? Это недавно, по-твоему? Ну давай. Сразу. Мы решили только интересные вопросы брать, поэтому... Девочка с карэ, вот трек выстрелил. Ожидал ли ты это? Я знал, что он будет самым крутым на Айпихе, но я не думал, что он прям выстрелит, типа. Я был на посту и прихожу с поста, беру телефон, мне кореш пишет, у тебя трек там в топ-100 вообще жанр. Ну вообще, ну... Ты был еще в армии. Я еще в армии был, да. Товарищ гениал, разрешите отчитаться. Ваш трек в топ-100 бума. Если мы разгоняем армию, вот смотри, у меня есть крутецкий вопрос. Вот ты написал трек «Медуза» и посвятил его периоду в армии. Вот почему? Чего? А, это крутецкий вопрос? Крутецкий вопрос. А, ты видел военных, которые танцуют? Я негоден. Ты сырок. Ты сырок. Я негоден. Я считаю, что я развернуто ответил на этот вопрос. Ты негоден. Опа, смена вопросов. Знаешь ли ты, что такое ОГ? Нет. Нет? Что это? А я? ОГ не знаю, Геа знаю, да. У меня был Геа, потом ЕГЭ. Что из этого ты не сдал? Все сдал. Все сдал? Да, я в университет поступил. А на кого? Конструктор. Короче, инженер-технолог. Но не закончил университет. Но не закончил экран. Давайте полюбачим щетка. Че-то пиццы вопросов. Мы поплывем в ней вчетвером, если. Нет. Да, вчетвером. Я не поплывал. На носу, на корме, по центру. Я командую рыбалкой, я все шарю. Это идея ебанутая. Так, дедушка сказал... Потому что найдется себе нас один долбьёб, который заденет крючком, блядь. Она пятиместная. И крючок не проткнет лодку. Это советская, чувак. Это на века. Номер занят. Короче, пацаны куда-то делись с лодкой. И весь прикол в том, что... Только я один знаю, куда идти. Серафим Мука. Здрасте. Алло, вы где, блядь? Да ты же даже не знаешь, куда идти. Там болото. Мы решили... Пойти обходным путём. Позарю, она нас не видит. Видишь? Мы её... Вонадули. Да. Мы её хуй... Вонадули, пацаны. Что, просто... Нет, что с цветом воды к слову? А как водить-то? Правильно? Ну купаться уже можно, да? Не страшно. Так что не страшно, да. Не страшно. Нет. Друзья, немножко по п***де всё пошло. А мы реально далеко плыли. Теперь ты гребёшь. Сука. Вова, блядь. Вова, это п***дец. Стой, не греби ничего. Короче, мы несём водку до гаража, потому что... Потому что она сдулась. Блин, чуваки, зато это настоящие эмоции. Немножко всё пошло по... Не по тому сценарию, как в котором мы рассчитывали. У нас сдулась водка. Пожалуйста. Потому что она сделана в СССР. Какое-то советское, чувак, это на века. Но мы не отчаиваемся, и мы идём рыбачить с берега, как крутые пацаны. Переход через цветы. Друзья, мы встали у мусорки, только чтобы задать Серафиму... Настроение нашего сценария сегодняшнего. ТОП-3 исполнителя, которых слушают. Маша Хима. Мне кажется, теперь она не найдёт Нема. Сейчас, сейчас найдёт. Пацаны, ну, блядь, почти двойной улов. Жесть, чувак, ну ты, конечно... Ни хрена себе, ты мощный. Ну я самый опытный из нас. Чувак, как тебе такое? Почему у меня так не выходит? Ну тут года тренировок, высшее образование. Он всё-таки физику шагит. В области рыбалки. У меня есть крутой вопрос. Давай. Про п***ю, я сам крутецкий. Смотри, клип-таблетка. Это пропаганда наркотиков или нет? Ну, стой, это вопрос нет. Это не весь вопрос нет. Короче, Вова, п***ю на твои вопросы у нас тут, блядь. Тут первый поймает три рыбки. Всё, я поймал три. Третий срывается. Клип-таблетка. Это пропаганда наркотиков или нет? Это пропаганда мерча. Ты наркоман? Я мерчендайзер. А твоя аудитория наркология? Они мерчелюбцы. В треках Серафима появились соло-гитары. Как они рождаются? А скажи, пожалуйста. Я не знаю, я просто сижу с гитаристом, я просто соло-гитары. Рождаются как? Рождаются как. Я не знаю, друзья, на самом деле это типа сложный процесс. Я сижу с гитаристом, напеваю мелодию, и он её очень прикольно обыгрывает. Как влился в тусовку? С кем первым познакомился и вообще из тусовки? Первым познакомился с Юрой Ангелом, я был у него на концерте. А дальше с кем? Дальше познакомился, не знаю, с тобой в тот же день познакомился. А, очень приятно. За кого болел на Версусе? За тигров или голубей? За Лёню Мелза. Работал ли когда-нибудь на нормальной работе? Мы с корешем занимались заборами из профнастила. Мы ночью развешивали объявления по городу, на остановках, на всех ехтенах, на велосипедах ездили, развешивали. А днём, блядь, пиздовали на заказы, у нас были клиенты, мы делали им заборы. Это где был ещё? Арзамас. Вот там, да? Да. КамАЗ? Прибыльно? Иди нахуй. Заебал, блядь. Это приносило? Сколько вы зарабатывали на это? Бля, хуйню. Вообще хуйню? Вообще хуйню. Нам хватало буквально на то, чтобы поесть, попить, блядь. В Арзамасе? В Арзамасе, да. Снять общагу. В Арзамасе? Я в Арзамасе жил, да. Сколько стоило общежитие в Арзамасе? Блядь, а там, ну, насколько бы ужасно сломалось? Ну, у меня не было кухни своей, у меня ничего не было. То есть, у меня всё было, всё, у меня не было холодильника. Он просто пять тысяч кому-то отдавал, и ничего не было. У меня не было холодильника, ничего не было, там был шкаф, кровать и всё. Ты колбасу в шкафу или в окно вывешивал? Я, короче, блядь, вот не поверишь в окно, короче. Вот не поверишь, но это факты, блядь. Уже было ближе к зиме, когда я в эту общагу приехал, вот, которой не было даже холодильника. Вот, и я, блядь, в окно вывешивал, да, или мясо солил, допустим, и плал куда-нибудь, нормально. Шкаф. Шкаф. А ещё где-нибудь работал? Работал в магазине газового оборудования продавцом. То есть ты шарил за газ? Шарил за газ. Что это у нас за видео такое? Ну, как мы покупаем бананы, всё просто. На самом деле, это наша обычная жизнь, мы вот так вот в деревне каждый день приезжаем и занимаемся рыбалкой. У нас что-то постоянно не получается. Как, допустим, девушка... А? Где нахуй? Какой ебут, сука? Я предлагаю начать контрольную закупку. А, не зря начали на нас выёбываться, типа, уберите камеру, уберите камеру. Сейчас контрольная закупка начнётся. Где наша, наверное, летучая? А, это уже ревизора. Это другая, наверное. Серафим, сделали ли деньги тебя счастливее? Да. И это получается, что в деньгах счастье? Да. Мы тебе даём первую половину проговорки. Твоя задача... Твоя задача не сплутаться леской, Вова. Рыбак рыбака видит издалека. Он выше, чем мы думали. Давай вторую, козырь. У нас есть та, которая неожиданная. Давай. Ты забыл? Да. Серафим, я вот увидел, как ты закидываешь леску. И мой первый вопрос про рыбалку. Умеешь ли ты пользоваться своим спиннингом? У меня не спиннинг. Что у тебя? Худилище. Серафим, расскажи самое яркое впечатление с детства. Ехал я на своём велосипеде. У меня был велосипед, дед сделал на заводе его мне. Там были очень странные спицы. Они были из арматуры. Ну, реально, прям из арматуры спицы. И я как-то ехал на нём, приехал к дереву, к которому у нас был шалаш. База. База, да, наша база. Вот. У нас прям был огромный-огромный шалаш на дерево, двухэтажный. Я полез на второй этаж. Я такой перелазив-белазив и берусь одной рукой за провод. А потом второй берусь и меня всё. И какие последствия вообще были? О, это он, он не тро... О, это что? О, 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 о Ха-хаусом. Прикольно. Чуть больше, чем в спущенной лодке на озере. Чуть комфортно. Примерно так же по безопасности. У нас есть вопрос. Два вопроса, которые перетекают в интерактив для подписчиков. Сколько ты зарабатываешь в месяц в среднем? Не знаю, 1100. Вторая половина этого вопроса. Сколько ты тратишь в месяц? 1400. Зрители, в комментариях напишите, насколько Серафим умеет платить налоги. Знает ли он, что это такое. по, соответственно, вот этим двум суммам. А подожди. Реально 100 тысяч и 400. Тратишь, да? Откуда еще 300 тысяч? Это, знаешь, как в считалке, не в считалке, а в загадке. Вот я шел, мне мама дала 2 рубля, там, блядь, папа дал еще рубль. И где 300 тысяч? И вот где еще рубль? Вот тут так же, типа, где еще 300? Топ-5 любимых треков. Девочка с Корея. Угу. Типа у тебя. Давай там не топ-5, топ-3. Давай топ-3. Линкен Парк, Нью Девайд, Май Кемикал Романс, Хаос Дизапир, Веснушки у Пира. Я представляю, после Линкен Парка Веснушки включаются, просто кайф. Ну, это вот что, я бы сейчас мог послушать и послушать несколько раз подряд. Сейчас мы эту тему раскрутили по поводу топ-5 треков. Какой любимый трек у Клавы Коки? Мой любимый трек у Клавы Коки Ты меня ищи. А самый любимый трек? Самый любимый трек, Негодую. А вот прям вот самый... Есть такие треки реальные? Я не знаю. Просто звучит реально, как название треков Клавы Коки. Топ-5 треков было, вот. У тебя есть какие-нибудь музыкальные альбомы, которые вот для тебя вещат? То есть, вот ты слушал их три года назад, ты готов вот через два года снова включить... Кроме Горгорода. Кроме Горгорода. И My Chemical Room. Кроме них? Да, и уже заебали. Да, ты везде их вставляешь. Может, что ты забладаешь? Не, не, да я что-нибудь поинтереснее, блядь. Что может быть интереснее? Marshall Matters EP. Ага. Это на топ-5 надо? Ну, ну, хотя бы 2-3, которые приходят в голову. Мне писать топ-5. Вот прям целиком прослушать альбом, ты прям с кайфом. Ну, можешь Melancholia Drive. Эмоджи какой-то. Меланхолия Drive. Эмоджи. Второй или третий? Не, не Melancholia Drive. Эмоджи FM второй мне сам больше всего нравится. Респект. Да. Наверное, Эмоджи FM я бы послушал. Блядь, My Chemical Romance нельзя. Я больше ничего не... Все запрещено. Бан. Цирк восходящего солнца. Планкзээнджело. Ездишь на курорты? Нет. Хотел бы? Хотел бы. Я бы хотел за границу куда-нибудь поехать, но из-за того, что я бывший военный, у меня нет загранпаспорта. У меня секретность. На российском юге я уже, наверное, все побережу и следовал. Реально? Да. А Крым? Крым наш. Вова, блядь. А че ты на мою территорию? Тут рыбачат рыбаки. Не мешай. То есть реально, если бы не музыка? Я бы служил в армии, да. А ты реально вот в кайф? Да не, не в кайф. Просто я ничего больше не умею. А контрактники, они так же? У них режим, утро? Режим, утро. Вся вот залупа. На самом деле я мог, дохуя че мог, дохуя че умею. Просто, блядь, наверное, родня повлияла больше. Они такие за стабильность, за, блядь, светлое будущее, нахуй. Но я считаю, что светлое будущее, оно все равно больше в руках человека, чем в руках начальства, понимаешь? Все успешные люди, они независимы от начальства. Какая же уебищная катушка, блядь. Веришь в Бога? Нет. Ну, может быть, где-то в глубине сердца верю. Ну, а какой, давайте, крутецкий. Сейчас был крутой или крутецкий? Крутой. Это крутецкий. Кстати, о счет любви я хотел спросить. Вот ты смеял Воронина? Да, смотрел. Какая первая серия в голову приходит? Любимая такая, запоминающаяся. Никакой. Вот Глеб, три дня дождя, твой друг помнит все скетчи, шести кадров, которые он смеял. Он засыпает, под них просыпается. Ну, это сейчас без шуток. Мне кажется, он пиздит. На самом деле, как сказал Глеб, три дня дождя, то, что у шести кадров или у шесть кадров? Или у шесть кадров? У шести кадров. Давайте скажем, у шесть кадров юмор, который... Актуальный. Актуальный, да. Вот так, пацаны, поймал, поймал. Все снимаем нахуй. Я поймал. Это, блядь, водомерка. Я поймал. Поймал. 1-0 в пользу Вована. Это что, блядь? Это реально... Это комар. Это я без наживки. Это не комар, это вот типа водомерки. Это стрекоза. Реально поймался. Пацаны, рыбалка удалась. Блядь, мы хоть что-то поймали. Мы зажали сейчас, подождите. А, кстати, на стрекоз ловят же рыбу какую-то. О, закидываем обратно. Покупка машины. Ты уже много в интернете про БМВ говорил. Неоднократно. Причем обычно всегда в 3 часа ночи эти пасты вы сейчас приходят в это время. Почему БМВ? Ну, у меня с детства была мечта. БМВ за 4 это кабриолет. Но сейчас я понимаю то, что кабриолет все-таки, блядь, в Питере кабриолет это только летняя история. Хочется машину еще и зимой использовать. Сейчас я хочу немножко другую БМВ. Какую? Хочу X4. Ну, короче, тачку я очень сильно хочу. Очень давно хочу. И... Ну, у меня есть, но у меня очень плохая. Она еще с тех времен, когда я служил в армии. Броневик. На самом деле... В части возят. На той тачке я благодарен, пиздец, потому что если бы не она, я бы, наверное, после того, как отслужил срочку, я бы не трахался, типа... Садился, конечно, случайно на ручник в процессе. Там, блядь, не сядешь. На ручник невозможно вообще, в принципе, сесть, потому что он под таким углом, блядь, что... Одна из моих любимых рубрик на сегодня. Поясни за строчку. О, классно. Я читаю строчки из твоих песен, но ты поясняешь нам и телезрителям нашим... Е-е-е-е, дикотин. Наконец-то пойму. Почему так? Серафим, 17, пошлый, у меня 12 кошек, они выглядят как Бьонса и качают свою жопу. Что это вообще за хуйня? Ну, это же трек мы писали от Угара с Андреем Перкинейсом, вот, и типа, Серафим, 17 лет, пошлый, типа, это же мем. Они выглядят как Бьонсе и качаются, у тебя кошки качают жопу. Как кошки выглядят как Бьонсе. Я говорю про кошек, про женщин, типа, у меня 12 женщин, да, они выглядят как... Они красивые, как Бьонсе. Это реально так у тебя 12 женщин? Нет, на самом деле нет. Они все как Бьонсе качают жопу. Ну, если вспомнить всех, то их, конечно, больше. 13. 12, да. Hit the road, бай. Hit the road, бейб. Бейб. Я не хочу играть. Твои игры, это бред, у меня есть пистолет. Есть ли у тебя пистолет? Ну, hit the road, у меня нет пистолета, но есть пистолет. Ну, ты не понял, о каком пистолете идет речь? А, вот, для этого нужен деток, да, там идет речь про член. А я что, реально угадал? Hit the road, бейб, это проваливай, да. Ну, проваливай, бейб. Типа, это hit the road, джек. Типа, проваливай, джек. Уходи, бейб. Я не хочу играть. У меня есть член. Одежда. Это бред. Твои игры, это бред, у меня есть член. Реально, вот такая строчка. Ну, да, есть посерьезнее строчка. Давай. Эй, ну ты че такой скромный и тебя нежно трогать. А, извиняюсь. Эй, ну ты че такой скромный и тебя нежного трогать и почти вечного трогать и это против закона, да, это против закона. Ты трогаешь пацанов? Блядь, это жестко, но это песня от лица, как бы, Майкла Джексона. А че, реально, что ли? Да. Это так заявлено в блоге, да? А? Это типа, я просто вообще не помню, чтобы я слышал этот трек. Это прям очевидно для всех, что лица Майкла Джексона? Да, ну нет, не очевидно для всех. Очевидно ли это для Майкла Джексона? Короче, это песня от лица Майкла Джексона, типа, это песня про педофилию и поместье Неверланд. Ты трогаешь пацанов? Ну, я нет, к сожалению. Слушай, ну, хорошо, есть еще одна строчка, за которую мы бы хотели спросить. Ты пахнешь, как белые камни, сама независимость рисуешь маэстро и виза, и даже если ты станешь парнем, я тебя трахну и выпилюсь такая вот жиза. Шиза. Тут написано жиза. Ну, это вообще жиза. Ой, шиза. Так вот, можешь, пожалуйста, пояснить нам про... Про какую строчку? Кого ты хочешь трахать? Ты пахнешь, как белые камни, надо пояснять? Нет, это понятно. Ты рисуешь маэстро и виза, это понятно? Это тоже понятно. Так а зачем тогда? И даже если ты станешь парнем, я тебя трахну и выпилюсь. Ну, типа... Ты пахнул парнем? Ну, типа, блядь, короче, если бы моя девушка стала парнем, наверное, это просто... Это песня, типа, там же все пояснилось. Такая вот шиза. Это, типа, просто идея. То есть так можно, да? Просто идея. Представь, твоя девушка становится парнем. И я не буду ее трахать. Да почему? Она же все равно девушка. Так уже нет. Ну, а как это стало парнем? Блядь, пацаны, вы не поняли фишки, типа, это шиза. Ты че, не выпил? Это шиза. 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 Ну, типа, трахну и выпили, сует... Ну, типа, мы не одобряли. Мы не одобряли. Нет, я, блядь, запутался очень сильно в этом. Вырежем этот момент, пацаны. Нет. Я надеюсь, что мы вырежем этот момент. Вот тебе еще раз задумывайся, когда будешь рэп писать. Ух. Да просто реально, типа, это просто, типа, шизоидная строчка, блядь, которая... У нас не имеет никакого смысла. У нас написано жиза, а у меня в тексте написано шиза. Хотите, я вам покажу в телефоне, у меня есть заметки. да мы тоже тебе можем звезу показать. А там сейчас жиза. Он сейчас поменяет быстро, следи за ним. Ты пахнешь, как белый, блядь, 15 марта 18 года. Малая. Тут вообще другая. Малая, ты шиза, а у нас такая вот шиза. Такая вот жиза. Такая вот жиза. Короче, шиза. Но у нас нет слова Малая. Серафим поплыл, да? Поплыл. Да, там еще он редактировал. Да, удалился что-то. Нет, какое редактирование недавно? 15 марта 18 года. расслабься, завелся ты что-то. Блядь, тяжело с вами. Друзья, самая заебанная дроча, которая была у меня на протяжении трех с половиной лет в армии, это были стрельбы, блядь. И поэтому я привел пацанов сегодня сюда пострелять. Меня зовут Дарья, сегодня буду вашим инструктором. Это аналог боевого оружия. Он очень схож по габаритам, массам, деталям. Пока все стрелы у нас не окажутся в мишеньке, мы не бежим смотреть. У нас здесь представлены блок 18, и он 19, один. Я знаю пистолеты с треков фараона. Это все дизерты, блок. Так, итак, здесь у нас самый зарядный, но здесь у нас автоматический. очень долго на него все большие надежды возлагали, но он так и не выстрелил. У нас первое задание будет, нам надо будет пристреляться. А туда можно свои фотки загрузать? Первый стрелок и третий стрелок сходят пистолеты. Да, все правильно, как показывают в фильме. А чего не я? А, все, я понял. в третьем раунде, где были самые мишеньки, у меня была одна мишень, я ее выиграл. Душнит, душнит. Он не умеет проигрывать, видишь, один балл тебе проиграл, сейчас сразу правило летит. Я сделал один выстрел и закрыл. Да все, он не видит. Ну, готовы ехать в Луганск. Я нет, у меня 17 очков, я мазила, я первый погиб на войне. Вы на горбой Ка, вы служили в армии, я не годен. У меня владелик. У меня последний счет. не надо записывать. Хорошо, оружие на стол. Ну, первый страница. Я победил, пацаны! Я выиграл войну! Я прошел войну со второй попытки и выиграл. Вот как настоящие мужики играют в Counter-Strike. Вот так вот. Серафим, спасибо за до свидания. Да, Серафим, это личная идея. Спасибо. Спасибо, пацаны, я рад. А вы знаете паблик в Мэй Панче? Нет? Ну, что-то я слышал. Ладно, ты всегда спрашиваешь идиотские вопросы. Ты реально иногда не думаешь, что ты спрашиваешь. А это плохой вопрос? Да нет, просто я войну прошел. Вот когда выбьешь больше, чем я, террористов, тогда и поговорим. А что? Что за эти пяти террористов? Да, тебя уже убили, бро. Там террористка, раз. Ева за столом. Все, Никита погиб, но и нет. Я пристрелялся. А, я только начал. Ты просто ждал, пока он придет. А за пацаны? Я отхожу. 35. Как бы пришли с пацанами в компы поиграть. Какой самый дорогой клип, который ты снимал, сколько он обошелся тебе? Наверное, таблетка? Девочка с карет. Она дороже? Да. Сколько стоило девочек? Подожди. Я не скажу, но, типа, ну, недорого. В таблетке там голограммы, эффекты, девочка с карет, ты просто во дворе погулял. Мякошь по улицам нет. Короче, из-за того, что я был неопытным и не понимал, как это все работает и как нужно вообще работать с клипами, как на базаре. Построил город. Он просто реально убил девочку и пришлось отмазываться. Пришлось делать выкуп. Стоимость клипа таблетка? Не скажу. Да ты что, блин, ничего не скажешь. На охуенно интервью не скажу. И на все же вопросы отвечает. Порыбачи. Рыбачи. Мы на рыбалке. О, наконец-то, я могу порыбачить. Так вот, крестили для тебя. Да, я крещеный. Все? Да. Но я к этому стараюсь не относиться серьезно, потому что я давно разуверовал. Ты верил? Я верил. Я тебе верил, сука. Дарю целые песни, но теперь не звука. Это последний стук мой. Твои двеи утром. Я чувак Джонни Бой в сердечке. Блак, а трек Испаночки, знаешь? Испаночки, да. Я все знаю. Ты реально знаешь, это минусов. Ладно, 18 лет мне лечили. Нет всего, но от музыки вакцинации нет. Я пытаюсь делать рэп, чтоб качали все. Каждому нужен этот белки нолпед в колесе. Смотри, у нас есть пару мемов. Мы их распечатали. Но сейчас первый будет черно-белый, потому что тогда скидка бы не была в печатной компании. Мне бы попросили черно-белый распечатать. Просто объясни, вообще, в чем смысл. Я не знаю, как, мы ему просто подаем, а, наверное, потом на монтаже добавим. Да, вот, пожалуйста, первый. Это что такое? Это вот мем с тобой. Это откуда? Я не видел этот мем. Ну, может, это все я взял из пабликов. Какие у тебя могут быть догадки? к чему тут отсюда? Я не знаю, почему, мне кажется, себя выгляжет какой-то ряженый, да, черно-белым еще круче. Так. Не знаю. Но прикольно, мне кажется, это прикольно. Покажи, в камеру, но мы просто на монтаже бы добавили. Да, девчонку просто написано Киберпан 2077, типа, ну, непонятно. Непонятно. Мем не раскрыт. Ладно, есть второй, он более загадочный. Это не я делал, сразу говорю, и не какие-то там активисты. Я не знаю, типа, солнышко, наверное, я солнышко. Вот, это просто, просто солнышко. Есть еще два, вот один, он, видимо, предсказывал будущее, потому что он довольно старый. Это, я так понимаю, мы на рыбалке тонем. Прикольно. Это прикольно. И мой любимый, я его нашел случайно в Яндекс.Картинках, 15 августа Серафим будет на фестивале Чернозем в Тамбове. Расскажи, как прошел вообще фестиваль. Да, что за фестиваль? Фестиваля не было, вот, но говорят, что он будет этой, осенью, или этим летом. И ты будешь в Тамбове. Чернозем, по-моему, прикольная тема, ракешники все такие старые. Есть реально фестиваль Чернозем. Есть реально существующий. Вот на жесты я бы не пошел. Кто переживал, нам писал под видосом в комментариях. Приедет. Приедет Тамбов. Делаем выстрел. Долго не держим, поскольку наше тело устает, тут работает вся спина, все мышцы спины. Кто первый? Давайте я. Ты не встал по чпам. В смысле я не встал? Хорошо, если мы хотим сами, да, стрелу запускать, то у нас синенькое тут перышко, оно должно смотреть к вам в ручку. Да он вообще неправильно встал. Чувак, старайтесь не менять точку. Я неправильно встал. Хорошо, отлично. А что у меня сходят? Короче, «Краброе сердце» был мой любимый мультик и сейчас я докажу, что я достоин достоин той рыжей красотки. Но ты почти ранил сердце этой красотки. Не, 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 чувак, сейчас она будет моей. Лев, он как-то убегает. Встаем бочком, смотрим. Встаем бочком. Ой, что ты, что ты, что ты, что ты, что ты, хозяин канала устреляешься? Отлично. Нифига себе вон. Самое сложное натягивать. Я понял, надо резко отпускать. Надо плавно наоборот патчки опускать. Стрела в стрелу. Это хорошо или плохо? Хорошо. Блядские кабаны, держитесь. Я просто так не люблю, когда мне помогают. Нет, вот сюда. Нет, я помню. Он специально будет делать, как он хочет, а это ему бесполезно. Понятно? Это я в разомасе научился. На самом деле, очевидно, что он стреляет лучше всех, он так, ну, типа, кормился в детстве, его отправляя за дичью в степь. О-о-о-о! Не, ладно, это правда. Ну, смотри, это же он нас привел, по-любому сюда пришел за ней, подготовился. В общем-то, локоток вверх, да? Да, оправлен локоток наверх. Как в тиктонике. Вы первый раз стреляете? Да. Второй, он стрелял пять минут назад. А как он для крученых послал? Я не знаю. Я не понимаю, почему они крутятся. Я вроде плавно стараюсь отпускать эти локотки. А давай, давай ты руку поставишь, и я по-потому жопусь. Как фильм. Да? Да, думаешь? Да, я смогу, и уйду. Это, ну, главное, легко. Главное, поверить в себя. Пацаны, я попал в десятку. Это есть. Просто думайте, что кабан. Давай еще четыре раз. Неплохо. Неплохо, лобан, неплохо. Любимое блюдо, окрошка на квасе либо на кефире? Окрошка на квасе. Бро. Вот, кто на кефире, а есть вообще кто-то делает с уксусом, с водой, долбоеба какие-то. Я вообще не понимаю. Я вот понимаю, на квасе, квас прикольное дело. На кефире тоже непонятно. Творческий кризис. Сталкивался ли с ним? Какие советы и лайфхаки знаешь, как из этого говна выбираться? Я не знаю ни советов, ни лайфхаков, как из этого говна выбираться, но единственное, что помогает писать песни, это слово надо. То есть, блядь, ты садишься и ты такой, блядь, мне нужно родить песню. Мне нужно это сделать, потому что иначе, блядь, у меня не будет материала, блядь, обо мне все забудут, я стану нахуй никому не нужным, мои песни перестанут слушать и так далее. Разница только в том, что в одном случае ты на одном дыхании, а в другом случае то, что это прям работа. Ты сидишь и прям работаешь, блядь, ломаешь голову над текстом, блядь, как бы все это, ну, типа, конечно, от меня смешно слушать, ломаешь голову над текстом, потому что я как бы не текстовик. Такая вот жизнь, я не текстовик. Вот, но у меня немного в другом работа заключается, я хочу, чтобы песня звучала, как песня. Типа, мне похуй, что там будет по смыслу, блядь, и главное, чтобы слова, блядь, прикольные, красиво лежали на музыке. Короче, мы надеемся, что... да пошел ты нахуй. Реально. У вас серьезный вопрос есть. Сколько коммуналку платишь в месяц? Пять тысяч. Пять тысяч. Это все со светом сказано. Да, с водой. С водой. Кайф, 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 на счет кайфа подарочки добавьте. О, наконец-то. Наконец-то. Первое. 300 сканвордов от Василия Ивановича. О, а там анекдоты есть или это, кстати, если, блядь, на самом деле, я люблю кроссворды и сканворды и вообще стопу, блядь, пиздец, я вообще, блядь, разъебываю. Это просто мне на год вперед, я буду целый день местить в разгарах. Даша из Хохауса передала мыльные пузыри, попросила тебе подарок. Даша из Хохауса это лилхо. Лилхо. Вот. Я не шарик. Так как ты давно не вдувал, будешь дуть. И вот киндер. Это такие простенькие. Я, конечно, не ем, но я придумаю, что с ним сделать. Вот это суперкруто. Мы для пузыря. Да. Дальше. Лично от меня брелок на одной стороне луна, а на другой вайпер. Ты же, бро, ты главный керри в моей команде и в моей жизни. Ебой, подожди, подожди, для этого есть, знаешь что, у меня никогда не было брелка. Ну, вообще ключ один. Да, вы видите. А домофон, а почтовая. А я по коду захожу, понял? Реально, луна и вайпер. Я за них играю, это мои любимые персонажи. Я надеюсь, теперь он не потеряется, как многие другие ключи. Самые главные подарки, они немножко, так сказать, сгруппированы все вместе. Прошу, именно, чтобы в кадре это было видно сейчас, вот этот момент. Мы достаем из вес рэпа мамкупи. Да, в общем, здесь тебе даем, здесь много всего, например, вот смотри, есть такой вот, как называется. Вы решили подарить мне мой мерч? Да, мы купили, вот, пожалуйста. Дальше вот шевроны, шевроны, охуенные. Да. Дальше, скидочная карта, браслет, будешь ходить, крутой. С пакетом, все девчонки твои. Как на выборы. Наклейка, наклейка, охуенная. Значок, пижама с динозаврами и конверт, собственно, мамкупи, да. Мамкупи, да. Вот. Так что, и тебе, мало того, сри, подарки, так еще проценты с этих подарков на карту. Двойной подарок. Кайф, кайф, Я понял, что будет тебе давить, завидовал тебе. Спасибо. Ой, упало. Друзья, подарки не только для нашего гостя, но и для вас, потому что вы тоже желанный гостя на нашем канале, и вы можете выиграть. Сейчас узнаем, кстати, звони. Давай, давай, набирай. Серафим Мука. Алло, Серафим, привет. Привет, братик. Это программа Телефонный розыгрыш. Диалоги о рыбалке вас беспокоят. Ты прикинь, я в душе, ну похуй. Водная тематика, все заебись. У нас к тебе вопрос. Смотри, мы придумали условия конкурса. Суть в том, что мы решили тебе поменять полностью карьеру, перезагрузить ее, и мы начнем с нового псевдонима для тебя. Поэтому главная задача будет придумать тебе новый псевдоним, и нужно будет написать прям Мука, ну предыдущий твой псевдоним, тире и новый. Ну как вот, снимите это немедленно, перезагрузка, да. Вот. И вопрос, а сколько, и что... Блин, почему снимите это немедленно, перезагрузка? Бро, ну ты же в душе, без одежды, значит. Голые смешные, блядь. Голые смешные, хорошо. Скажи, пожалуйста, что получат победители, сколько вообще победителей будет? Давай сделаем два, обязательно два, обязательно мальчик, и обязательно девочка. Ага. Вот. Я в равноправиях. Хорошо. А что они получат? Давай проходки на концерт в любом городе, в каком они захотят. Все, супер. Хорошо. Мы тогда так и оформим. Если будут из Питера и из Москвы, это вообще кайф. Они могут остаться после концерта, и я с ними проведу воспитательную беседу. Ага, только не проси отписаться от нашего канала. Серафим, спасибо большое, реально. мы тогда уже все поняли. Друзья, ну вы поняли, что, соответственно, условия написать мука, предыдущий псевдоним, написать через тире новое, абсолютно перезагрузим парню карьеру, и еще самое главное, добавить свой инстаграм, чтобы мы смогли как-то с вами связаться и поздравить, подарить проходку воспитательную для Серафима, к учителю. город не важен. Город под подошвой. Абсолютно не важно, друзья, из какого бы города вы не были, мы придумаем, что вам подарить. Класс, пишите комментарии. или не в Перде. В Перде тоже не вариант. Там, ну я думаю, там нет интернета. Думаешь, не затянуто, да, получилось? Хорошо, поговорим. Как будто бы хронометраж чуть-чуть застянули ролик. Это был чай втроем. Как будто бы можно было бы покороче все сделать. Даже сейчас не рассуждать об этом, не тратить. Мы смонтируем. Монтаж творит чудеса. Мы сюда можем добавить. Мы можем сзади добавить нас с хромакея. Прощайтесь. Прощайтесь. Пока. Друзья, чай втроем, переход через...